Ах, черт, и мы снова идем. Там по святости нужно что-то сделать. У нас есть, кстати, пистолет, если что. Латуя мать и ее немыслимая смерть станут темой ни одного трактата, избранная королевой за безупречные манеры. Эмили намерена укрепить доверие подданных к короне. Король Деркстон. Кажется, мы не нравимся королю Востока. А что же нам делать? Слать его в одно место. Какая разница, кому мы нравимся, кому нет. Пригласить его на охоту, возлюбите самого себя. Не муе. Нам, жрецам, для проведения священных обрядов нужна тишина. Не построите ли мне башню у себя во дворце? Давай построим. Давай построим. Лорд Александр, я ищу исцеление от проклятия, которое уже много веков не дает мне уснуть. Прошу, помогите мне, пока я не убил... Пока я не убил снова? Ты че, убийство? Как? Исцеление может принести лишь заклинание из некой древней книги, утерянной много веков назад. О, горе. Вот это? Это не та книга заклинания от проклятия. Она меня не избавит. Неужели я действительно обречен на веки вечные? Да нет. Найдем. Вот, давай мы у нашей ученой спросим. Она, может, тебе какую-то таблеточку изготовит или микстурку. Госпожа Коагула, эти старые часы я нашла в лаборатории. Смотрите, шестеренки в виде звезд. Думаю, они с запада. Оставите их себе. Да, давай. Странные часы. Это королевские часы или странные? У меня тут религия, короче, это самое. Сейчас меня на святость проверять будут. Искусно украшенные часы тонкой работы в западном стиле требуют ремонта. Госпожа Мелюзин, путешествуя морем, я краем уха услышала странную байку об острове на северо-западе. Могу вам ее рассказать за деньги. Говорите. Говорят, королева этого острова колдунья, шепчет она. Уху. Распорядитель дуэли. И у нас сова, между прочим, занимается дуэлями в нашем царстве-государстве. Уху. По сравнению с остальными, ваш результат по шкале так держать. Девчонка. 62. Для полного счастья нужно 100. Продолжить. Позвольте завоевать вашу благосклонность, светлая королева, велите мне убить редкую тварь и принести вам трофей. Так и сделайте. Я был уверен, что народ не одобрит убийство редкой твари, а народ тут что-то слишком счастлив. Кардинал Де Рю. Сколько лет прошло? Уже больше 100 лет. Кардинал Де Рю все тот же. То есть он не меняется. Он какой-то вампир. Я вам просто, ну, отвечаю. Больше 100 лет живет человек. Эра Водолея? Эта звездная наука кажется мне богохульной. Отправьте-ка лучше своих заблудших фрейлин в монастырь. Давай, хорошо, это монастырь у нас недоволен. Год франц стремительный. Я вернулся с охоты. Даже увидел мельком редчайшую белую лань. Легенды гласят, что это лесная госпожа в зверином облике. Как насчет моего трофея? Ах да. Ваш трофей, моя королева. Волшебная кость свирепого зверя. Я убил его в самое чаще леса без чьей-либо помощи. Блин, нашел какую-то, короче, кость тупо в лесу. Там, не знаю, кость коровы или какого-то волка умершего. Это такое редчайшая волшебная кость. Мой герой. Хорошо, давай, мой герой. Куриную нашел. Вот пиздобол какой. Такая редчайшая волшебная кость. Похоже, это кость ноги цыпленка. Она немного изогнута. Сам убил. Цыпленка еще. Даже ладно бы напал на петуха, который может в ответ пизды дать цыпленка. Зачем ты цыпленка убил, Годфронт? Генерал Фонсин. Блин. Мне хотелось бы наблюдать за действиями наших врагов издалека. Дворцу нужна новая башня. Давай. Госпожа Мелюзин. О, эти звездные часики такие милые. Я люблю такие приспособления. Можно посмотреть. Что вы делаете? Спросим. Ваша подруга с севера. Она попивает дворянское вино. И в уст не дует. Прошу велите и прекратить. А, я помню. Такая воительница. Смиритесь с этим. Блин, бабки упадут. Но смиритесь с этим. Генерал Фонси. Лакею, который много лет служил мне, нужна невеста. Может, пришлете к нему свою горничную? Да. Пиздобол вернулся. Год фронт стремительный. Я выслежу этого мерзкого вампира, где бы он ни прятался. Привезти его вам живым или мертвым. Слушай, ну, учитывая твои охотничьи способности убийства цыплят, я боюсь, что ты придешь мертвым. Живым. Живым давай. Блин. Деньги упали. Хотя, если подумать, вампиры ведь и так уже мертвы. Они как бы уже и так мертвы, с одной стороны. А с другой стороны, они как бы и живы. Король Деркстон из-за вашей вопиющей расточительности королевство обмещало. Пожалуй, нам лучше бежать. Подожди. Нельзя править своими придворными с помощью старья, что лежит у вас в сумочке. А книгой? Почему вы ни с того ни с сего швыряетесь с вещами? Чего вы хотите добиться? Блин, я тебя сейчас и застрелю, слышь. Ну да. Придворные никогда не забудут безумную королеву, которая просто так без причины разбрасывала с вещами. Мне вампиры не привели. Где мой вампир? Где вампир? Блин, 15 лет всего. Даже звания никакого не было. Просто Эмили. Просто Эмили. Латоя. Опять Латоя. У нас была Латоя уже. Латоя, 14-я королева. Эмили. Атрибуты ее печальной смерти впредь будут использоваться во время народных гуляний. Королева Латоя была избрана, чтобы укрепить отношения с Западом. Новая страна может ее не принять. Окей. Давайте начистоту. Вы не из тех королев, что всецело преданы науке. Вы ведь увлекаетесь магией. Немного. В общем, я тут составляю каталог редких растений. Но некоторые из них опасны. Можно мне все равно заказать семена? Давай. Вау! Это че такое? Госпожа Кагула заканчивает работу над каталогом. Он получает восторженные отзывы. Да я вижу, тут просто все упало. Пока одно из волшебных семян не прорастает и буйные лианы не душат всех обитателей дворца, включая вас. Ебать. Я такого не видел. По крайней мере, когда в Рейнс я играл, у меня не было ни одного сценария, где упало все за один ход. Блин, Латоя, но ты, конечно, много проправил. Хе-хе-хе-хе-хе. У-у-у, сильно. Ах, год. Тупо год, блин. Хотя в средневековье некоторые полгода правили и меньше. Так, Дездемона, 15-я королева, между прочим. Ну, надеюсь, ты проправишь чуть больше. Хе-хе-хе. Латоя нашла эксцентричную смерть, причин которой историки не могут понять до сих пор. Королева Дездемона взошла на трон во времена народных недовольств и назревающих беспорядков. О, это зеркало. Стоит ли думать об их ничтожных подарках, их жалких знаках внимания? Вы ведь далеки от слабости других людей. Нет. Да. Я далека, как Дездемона, между прочим. Алая сыпь косит ряды гаража. Люди умоляют, чтобы Ваше Величество нанесло им визит. Давай нанесу. Вы утешите больных детей в деревнях и селах. Вскоре ваша кожа начинает зудеть. Ну, естественно. Павла. В моей стране знатные женщины могут с кем-то встречаться, даже если они замужем. Что скажешь? О, да. Вы не в моем вкусе. А, это типа... Давай. Еще разок. Примите ванну со сливками. Велите фрейлинам расчесать ваши волосы. Нет ничего этичнее заботы о себе. Согласен. Короче, я помню. Я помню нам это монахиня. По-моему, в первом еще эпизоде говорила, что, чтобы пройти испытание на святость, нужна какая-то кость. У нас есть кость цыпленка. Я не знаю, если она подойдет. Но мы можем попробовать. Для этого нам нужно довести влияние церкви до максимума. Поэтому сейчас будем пробовать. Уху. Пока что вы ответили правильно на все феминистические вопросы. Смахните, чтобы все ваши подруги узнали об этом. Поделиться. О чем речь? Давай, поделимся. Поделимся, вернее. Кардинал Деру. Надо ввести комендантский час из моральных соображений. Убедите в этом, короля и сокровища церкви перейдут к короне. Да. Мы богатейшие правители всех времен. Прокатимся в украшенной самоцветовая карете, которая дороже всего бюджета страны. А, у меня нет варианта отказаться. Короче, меня сейчас убьют за то, что мы слишком богаты. Что? Блестящая карета слишком тяжела. Дорога обваливается под колесами. Вы захлебываетесь нечистотами в сточной трубе. Ну, вот это короли вот эти предлагают. Кто х... Херню предлагают изумрудные кареты, золотые лошади, блин. А дороги хреновые. Вот они и обвалились. Блин, надо влияние церкви вырастить максимально. Но чтобы другое влияние вот не взросло, как, допустим, сейчас с деньгами. Потому что, если вырастет и одно, и другое, есть вариант, что тебя убьет не церковь, а бабки, или люди, или армия. Так, Мерседес. Шестнадцатая королева. Дездемона. Глядя на пейзажи с изображением печальной реки, все еще долго будут вспоминать королеву. Королева Мерседес пришла к власти в разобщенной стране. И все возлагают на нее совершенно разные надежды. В смысле разобщен? У меня там довольно хорошие показатели были. Страна богатая, церковь там вообще... Всех вертела на своем кадиле, я не знаю. Пришел, пришел. Вот он вампыр наш. Кардинал Деру. На этого вашего путешественника мы тратим деньги впустую. В рай ведет лишь одна дорога и пролегает она через церковь. Согласен. Согласен, кардинал. Что бы ты ни говорил, давай, будем соглашаться, чтобы церковь, влияние церкви, взрастить. Путешественник покидает двор. Говорят, он обосновался где-то на солнечном берегу вместе с невестой. Блин, а мне как бы он еще мог пригодиться, я думал, что он не покинет двор. Кардинал, лучше бы кардинал покинул двор. Вот честно. Увы, наша часовня в плачевном состоянии, и кардинал будет очень зол. Прошу, дайте нам денег на ее восстановление. Давай. Мой сын, живущий на Западе, стал контрабандистом. Теперь он должен заплатить штраф. Миледи, почему он меня не послушал? Кто знает, он испытывал нужду. Возможно. Мы так и не справили ему торговую лицензию. Так что он зарабатывал как мог. Лицензию? Закон суров. Он слишком беден, чтобы купить лицензию, а опыта, чтобы зарабатывать больше, мало. Потом он стал отцом. Я могу как-то помочь. Поможет только изменение закона, вздыхает она, отказываясь от предложенных вами денег. Может, это зеркало так шипит на меня, как будто проклянуть хочет. Ваше правление дает множеству мелких людей шейк цель в жизни. Вы настоящий дар для этой страны. Гордитесь. Да. Лорд Фонд. Если мы смягчим закон о получении торговой лицензии, качество товаров может улучшиться. За дело. За дело. Экономика переживает подъем, но объемы контрабанды также резко возрастают. Надо было попробовать. Мы с вами тут не юристы, ведь? Это зеркало дьявольская вещица. Позвольте мне пронзить его стрелой. Никогда. Фыр-фыр. За ней. Я мухи никогда не обидел. Давай за ней. Выходите за кошкой по всему дворцу, пока она не устраивается вздремнуть на солнышке. Можете одолжить мне немного денег на разработку сувениров модной вампирской тематики? От туристов отбоя не будет. Нет, мне нужна церковь. Церковь, короче, приподнимать их влияние. Церковь обидится на вампирскую тематику. Там у нас есть сидит главный вампир, кардинал Деру. Он это самое. Официальный амбассадор вампиров в этой стране. Какое счастье, что с вашей легкой руки для церкви настал золотой век. Проверим же вас на святость. На. Я не верю своим глазам. Неужели это утерянная ключица святого Бернадола? Это куриная кость. Конечно же, нет. В знак моего преклонения перед вашим величеством, я построю для нее ковчег. Что, простите? Святая. Пройти испытание святости. Слушайте, а то был все-таки не цепленный какой-то святой Бернадол, да? Кость святого. Золотая церковь признала эту куриную кость священной реликвией. Ну, чем бы дитя не тешилось, как говорится. Последнее время из недр земли доносится странный гул. Кровь королевской коровы может предотвратить землетрясение. Давай, пробуем. Вам остается верить, что немой не слишком навредит королевской корове. Варвары захватили мою деревню на севере. Говорят, для их народа это священное место. Помоги мне их проучить. Погнали, давай, Пала. Лорд Фонд, церковное вино слишком дорого. Давайте использовать продукт местных виноделин. Так будет лучше для всех. Кроме церкви. Сэр Хэнкертон, с тех пор, как вы впустили в страну заезжих купцов, мои земли стали богаче. Примите ли вы подношение от меня? Да. Да здравствует королева, восклицает он. Тут армия сейчас будет очень мощной. Это опасно. Герцогиня Роуз. Вас хочет видеть мужчина, называющий себя великим путешественником. Такой красавец. Прошу вас, давайте примем его. Хочу видеть. Прекрасная королева. Позвольте почтить ваше имя, дав его моим открытием. Помогите мне деньгами. Я исследую новые миры. Ох. Нет, я не должна. Ох. Давай ох. Ох, это мы согласились. Госпожа Мелюзин. Я собираю все материальное, конечно же, из-за того, что я телец. А вам не нравится стабильность? И немного роскоши. Стабильность нравится. Но стабильность должна быть нормальной стабильностью. Не такой, как... Короче. Не такой, как в некоторых царствах-государствах. А такой прогрессивной стабильностью. Скажем, да. Хорошо, потому что мне удалось с риском для себя добыть для вас редкий жемчуг. Вы ведь его купите, да? Блин. А насколько дорого? Ну давай, да, куплю. Эта мода на астрологию идет на пользу моему бизнесу, отмечает госпожа Мелюзин. Вот теперь наступило рано. Прикажешь ферверам посадить все сейчас, чтобы насладиться долгой весной? Эээээ... Да. Холода закончились. Ты поступила мудро, велев фермерам взяться за работу пораньше. Отметим же долгую весну. Не, давай нет, потому что я думаю, что армия и укрепиться, если будем отмечать долгую весну, и меня свергнут. Сорян. Во, вот так. Варфалмейдек Рокки. Ваше Величество, излюбленная практика правителей, заказывать прославляющие их песни. Обсудим это? Да бабок нет. Бабок нет. Нет. Смиренно предупреждаю вас, королева. Монархам стоит урезать свои расходы, иначе казна быстро опустеет. Ну я этого достойно. Да, давай урежем расходы. Вот максимально такая стабильно ровная линия, но все выше половины, и это плохо. Потому что что-то может резко вырасти. Я чувствую при дворе пышным цветом цветет ведьмовство. Кардинал велит вам посещать суды над подозрительными людьми. Не сейчас. Король Бильям. Вы подружились с северянкой, но наши союзники на востоке воюют с ними. Теперь в войну будем втянуты, и мы будем сражаться. И... Не, я не хочу домой ее отправлять. Она прикольная. Слышь, а так можно? Я его, короче, типа, отвадил духами, кинув, и мы пропустили тот вопрос. Правильно я понимаю? Тут мы ответим, простите, потому что нельзя править своими придвордами с помощью старья, что лежит у меня в сумочке. Что ты будешь... Что ты доебался до меня, слышишь? Бильям. Оставь северянку. Блин, ладно, давай будем сражаться. За каждой сильной женщиной стоит классный парень, которого она считает своим милым трофеем. Можно стать трофеем для вас? Сэр Деру. Слушай, а у нас есть кардинал Деру. Есть какой-то сэр Деру. А вы не родственники, слышишь? Это самое... Я вижу тебя хитрая морда. Ну, давай скажем да. Фак. Весь ваш скот завалил чем-то странным, а я так хочу кого-нибудь подоить. Прошу, пустите меня к королевской корове. Слушай, держи ручонки от вымени моей коровы подальше. Нет. Чё испортишь её? Поразительно, как сильны ваши чувства ко мне. Словно я ваша стрела, а вы окунаете меня в золото. Миленькая... Ой, да ладно. Народ недоволен. Это плохо. На войне мы потерялись стольких солдат. Не могли бы вы помолиться этому вашему странному богу? Давай помолимся. Ага. Я знал, что вы ведьма. Генерал Фонси теряет остатки храбрости. Миледи, излучаемый вами свет может подарить людям надежду в эти мрачные времена. Прошу вас, выйдите в город. Давай выйдем. Давай выйдем. Вы становитесь символом всеобщего единения перед лицом войны. И вскоре конфликт затухает. А северянка не уехала, кстати. Это неплохо. Генерал Фонси подогнал свои боевые машины к границе. Всё живое в лесу задыхается от чёрного дыма. Прошу велить их сломать. Готфорд стремительный. Если это необходимо, это наша оборона. Давай это наша оборона. Генерал Фонси. Крестьяне швыряются камнями в наших дозорных. Как нам заставить их уважать городскую стражу? Принять крутые меры. Осыпать их дарами. Вот так. Служанка Сью. Ах, королева, давайте станем настоящими подругами. Есть ли у вас тайная любовь среди придворных? Блин, а вдруг она это самое всем расскажет. Мы тут испытание святости прошли. Мы Мерседес Святая. Ладно, давай скажем. Ну, это последовательница лесного культа, что танцевала с вами на балу в честь вашей коронации? Нет. Это сильная выделенца, приехавшая к нам с северо-запада? Ну, как бы, да, но есть ещё один. Да, признаю. Если захотите поговорить о тайной любви, покажите мне флакончик королевских духов. Это наш условный знак. Хорошо. Договорились. Какая сплетница. Я не могу. Пала, что ты сказала своему муженьку-королю о нашем... с тобой спарринге в грязи? Что это тренировка? Что это тренировка? Ну, ещё бы, смеётся Пала, разминая руки. Ваше Величество, напишите представителям всех знатных семей. Поблагодарите их за поддержку. Всего их около двухсот. Блин, так заколебаться можно. Ладно, давай. Госпожа Кагула. Болотная лихорадка в этом году чрезвычайно заразна. Смертность очень высока. Никого не пускайте на территорию дворца. Окей. Мы же никого не пускаем, чё пришёл. Болотная лихорадка в стране. Слышь, я 32 года правлю. Я могу и не доправить так до 50, а я хотел бы. А мне доводилось умыкать сокровища многих стран. Но вы мой любимый трофей. Давайте сбежим и будем свободно жить в море. А давай попробуем, интересно, что будет. Согласна. У него такая же фамилия, как у того. Ты батя его? Или чё? Или дядя? Или брат? Мои королевы до меня дошли. Слухи, что вы доверились сектантам, язычникам, которые хотят лишить меня власти. Это так? Конечно, нет. Забавно, говорит он, стены уверяют меня в обратном. Берегите себя. Ты со стенами разговариваешь. Ты меня ещё потом называешь ведьмой. Проводишь испытания святости. Давай мы тебя проверим. Мало того, что ты живёшь 140 лет. Ты со стенами разговариваешь. Ещё что-то слышишь. Я не получил от вас благодарственного письма, моя королева. Почему вы не написали его мне? Вы недостаточно благодарны. Я благодарю вас каждый день. Давай. Вы недостаточно благодарны. Забирайтесь в тележку с грязным бельём. Я благополучно вывезу отсюда и вас, и вашу любовь. Тсс. Скорее. Что? Что? Безверная. Сбежать со своей тайной любовью. Первые годы в изгнании вместе с вашей любовью прошли хорошо. На смену пришли годы голода, скуки и ссор. Затем вы умерли. Она была Мерседес-святая, а стала Мерседес-безверная. Офигеть. Наша королева умерла. Но она много про правила, кстати. Нормально. Тридцать четыре года. Тамара. Семнадцатая королева. Поговорить с животным. Ну, с кошаком, я так понимаю, или с каким-то другим? Королева Тамара начинает правление во времена классового напряжения. Её коронация возмущает народ. Эй, худышка, давай так. Мой народ будет охотиться в твоём лесу, а добычу поделим поровну. Давай, а почему нет? Я сочинил песню о нашей прекрасной королеве и хотел бы днём и ночью исполнять её при дворе, конечно, за гонорар. Слышь, иди там, поисполняй на площади, может, тебе монетку две подкинут. Пожар уничтожил знаменитую конюшню. Проявите ли вы к её владельцам сочувствие в финансовом эквиваленте? Ээээ... Эээ... Ну, давай, хорошо. Как же мне не нравятся долгие рабочие дни, моя королева. Давайте сократим их, пусть даже за счёт количества выходных. Нет. Выходные должны быть выходными, я считаю. Король Кристобаль. Великолепный день, давайте все убежим в лабиринт и будем гоняться друг за другом из любви к невинным шалостям. Ладно, давай, погнали в лабиринт. В лабиринте вы быстро сбиваетесь в пути, и смех гостей слышится всё дальше. Пойти вперёд. Где-то поблизости смеются и суетятся гости, но вы не можете определить точно где. Так, гон направо. На этой тропинке повсюду пролитое вино и растоптанные цветы. И тупик, как бы. Варфоломей Декроки. Ааа, вот вы, где моя королева. Вы заблудились? Позвольте мне сопроводить вас во дворец. Да, я покажу ещё немножко. Я останусь здесь. Длинные тени кустов чертят на земле изменчивые фигуры. Вы окликаете хоть кого-нибудь, но в ответ тишина. Давай вперёд, интересный символ вот этот какой-то. Тут тихо. Можно даже сказать, слишком тихо. Бросить в колодец монетку и загадать желание? Давай. Только вы знаете, что за желание таится в глубине вашего сердца. Ваша золотая монетка исчезает в колодце. Король Крестобал. Моя кроткая жена. Не могли бы вы помочь верховному судье рассмотреть несколько дел? Я вообще-то гуляю в лабиринте. Ты чё доебался до меня здесь? Я провожу время с колодцем, вином. И вообще. Скукота. Всё, вышли мы. Пришёл, испортил всё веселье. Кто так делает? Что за чёрт такой? Помните монетку, которую вы бросили в колодец? Этим утром я нашла эту монетку. У вас на подушке. Не может быть. Я в этом уверена, настаивает она. Давайте в следующий раз пойдём к колодцу одни. Госпожа Мелюзин. О, эти звёздные часики такие милые. Люблю такие приспособления. Можно посмотреть. Держи. Да уж, устройство и прям необычное. Только вот оно сломано. Не заметили? Хотите, починю? Давай, давай. Часы судьбы. Искусно украшенные часы. Заведя их в подходящем для этого месте, вы сможете изменить судьбу, предначертанную вам звёздами. Ничего себе, Тамара роковая тут. Немой, я давно не виделись, кстати. Чё-то не заходишь. Чё-то не заходишь во двор. Королевский. Всем, что происходит в этом мире, управляют звёзды, моя короля. Вы слышали об астрологии? Говорите. Некоторые события возможны только в период действия определённого знака. Отметьте знак, под которым вы родились. Под таким знаком я родился. Хорошо. А где отметить? Погоди. Самое. Дай мне 12 знаков, я отмечу. На дворе золотой век искусств и изобретений. Королевская семья могла бы заняться меценатством. Стать покровительницей искусств нужно. Давай. О, да. Просвёщённая. Стать покровительницей искусств. У церкви есть планы на эту землю. И без поддержки королевы им не суждено воплотиться в жизнь. Надеюсь, мы поладим? Давай ладить. Распорядитель дуэлей. Ух-ух. Судя по вашим ответам и собранным нами дополнительным данным, у вас средний уровень расширения возможностей. Круто. Звёзды, наконец, в идеальном положении. И пора основать в этом королевстве центр философии и просвещения. Часы судьбы пора заводить? Нет. Я профинансирую проект. Давай. Мы профинансируем. Я понимал, к чему это ведёт. Что, скорее всего, упадёт казна. Но мы открыли философскую школу, которая сохранится в будущем. И это, в принципе, неплохо. Философская школа. Прославленный центр философских изысканий и просвещения. Из-за вашей вопиющей расточительности королевство обнищало. Пожалуй, нам лучше бежать. А давай попробуем. Блин. Бежим, бежим. Дикие псы. Что когда-то вам подчинялись, загнали вас в лес. Вас в некотором роде нашли, но не всю. Наша королева умерла. Такая история, дамы и господа. Следующая у нас будет королева Виктория. 18-я королева. Но продолжим мы с вами в следующем эпизоде. У нас будет задание ещё, помимо того, что нужно поговорить с животным, принять гостей из соседнего королевства, провести дуэль с убийцей. Будем посмотреть, как говорится. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдёте в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся с вами в следующем эпизоде прохождения Reigns, Her Majesty и в других играх. Всех обнял.